Итак, приветствую вас. Сейчас перед вами будет выступать ваша коллега Мария Мишенькова в рамках нашего дизайна интенсива для дизайнеров и архитекторов. Итак, передаю ей слово. Всем привет. Я буду говорить о психологии интерьера, но меня очень волнует вопрос, слышно ли меня. Напишите, пожалуйста. Слышно, видно? Плюсики поставьте. Пока я буду ждать плюсиков. Психология интерьера – это достаточно общее такое направление. А сегодня, именно сегодня, мы поговорим о секретах создания интерьера с учетом темперамента клиента. Так вот, я дизайнер интерьера и психолог. Зная, я думаю, вам неудительно стало, что именно с такой темой я выхожу сегодня к вам. Сегодня я хочу поговорить с вами о необходимости. Так, слышно хорошо или нет? Прибавить звук, он везде на максимуме у меня. Напишите, пожалуйста, насколько все хорошо слышат. Так, а у кого-то хорошо слышно? Итак, сегодня, значит, ну, будем ориентироваться на то, что большинство вроде бы как слышит. Может быть, интернет у меня наладится немножко. Все-таки это включение, это Алтайский край, и, возможно, с Москвой не сравнится качество связи. Итак, о чем мы сегодня поговорим, собственно, с вами? Я расскажу, как я пришла вообще к тому, что работая дизайнером интерьеров, я обратила внимание на психологию и совместила эти две сферы – психология и дизайн. Следующим этапом я вам расскажу, что, оказывается, как я узнала, существует психодизайн, что это такое. Дальше мы рассмотрим психологические функции интерьера, именно интерьера. И по окончании всего этого я поделюсь с вами своими разработками. Я расскажу, прям буквально дам вам список рекомендаций, как создать интерьер для разных ваших клиентов. Что это за разница между клиентами, я расскажу тоже в ходе нашего вебинара. Я, на самом деле, когда сейчас, вот сегодня в течение дня слушала всех наших спикеров, я предполагала, что кто-то поинтересуется, из каких городов наша сегодняшняя аудитория. Лично для меня это важно, действительно, так как я сама из Барнаула, возможно, кто-то, мои земляки здесь присутствуют. Напишите, пожалуйста, вот 50 человек в чате, кто из каких городов. Пока вы будете писать, я вкратце расскажу о себе. Итак, я дизайнер интерьера, в первую очередь. Также по первому моему образованию я психолог. Как сегодня, опять же, я услышала, я не одинока в этом своем первом образовании. Помимо всего прочего, я являюсь уже спикером Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов. Примерно с этой же темой я выходила на аудиторию начинающих дизайнеров. И, в общем-то, имею некоторый опыт и сегодня поделюсь с вами этим опытом. Так как меня эта тема интересует, я по ней уже поработала достаточно много, я могу себя назвать консультантом по созданию психологического и городного интерьера. То есть у меня уже есть ряд клиентов, которые обращались ко мне именно с подобными вопросами. Но сейчас города я не увидела. Хорошо, может быть, еще не дошло вот до написания. Кто-то из вас, я так предполагаю, что большинство, так как если вы сегодня присоединились к нам на вебинар, значит, вы развивающиеся дизайнеры, вам интересно развивать себя и профессионально, и наверняка личностно, ведь я права, и большинство из вас со мной согласится, я уверена. Так, вот сейчас я вижу, города у меня пошли, видимо, задержка некоторая присутствует. То мне интересно знать, насколько сегодня наша аудитория, так скажем, интересуется психологией и различными психологическими методиками, которые, возможно, кто-то из вас уже внедряет в свою деятельность. Большая просьба к вам, поставьте единички в чат, те, кто либо по первому своему образованию, так как я связан с психологией, либо, может быть, интересуется для своего личностного роста или для удобного взаимоотношения с клиентами. Поставьте единички в чат, я сегодня часто к вам буду обращаться, чтобы вы никуда не отходили от экранов своих. Вот, очень много уже пошло единичек. Действительно, это очень интересно, это очень захватывает, но, так скажем, вашей коллегой, дизайнером, я стала все-таки не так давно, а занималась психологией уже, ну, больше 10 лет, так скажем. Поэтому сегодня то, что я вам буду говорить именно с учетом психологических знаний, вы можете быть уверены, что это профессионально, это не начитанность в интернете, так скажем. Итак, я поступила, значит, после школы, захотелось мне изучать психологию, мне было это интересно, на тот момент эта профессия была достаточно популярна, и я училась, на самом деле обучение было очень захватывающее, очень увлекательно. Когда ты находишься в компании не психологов, ты начинаешь изучать людей, ты начинаешь считывать их моменты какие-то поведенческие, ты начинаешь понимать их реакцию, и на самом деле это во многом отличало, допустим, вот нас, студентов-психологов, от других людей. Как бы мы понимали то, что не понимают вот обычные люди, невербально, без слов, по каким-то жестам и мимике. Я отучилась, некоторое время я работала психологом, но когда я начала психологом работать, я поняла, что это несколько не то, что я вообще ожидала от этой профессии. И плюс к этому подключились какие-то творческие амбиции, которые в детстве присутствовали у меня, наверное, как и у всех детей, там, рисовать хотелось, еще что-то такое, но они не были реализованы, и я понимала, что работая психологом, я реализовать их не смогу. Соответственно, я начала задумываться о том, чтобы сменить профессию. Интернет-помощь, полазила, поискала, посмотрела. Как-то так получилось, что очень много было на тот момент сайтов, форумов, где люди, дизайнеры рассказывали о том, насколько интересна эта профессия, насколько она увлекательна, и насколько это дает такое обширное представление об окружающем мире. То есть ты начинаешь замечать, что вокруг тебя, что ты по-другому начинаешь смотреть на окружающие вещи. И я в своем городе, в городе Банауле, начала искать курсы школы, которые смогут меня как-то научить вот в этой профессии хотя бы. Я думала, для себя получить эти знания, потому что это реально было мне интересно. Нашла такую школу, пришла к ним и говорю, значит, у меня нет художественного образования, у меня нет опыта работы в дизайн-сфере никакого абсолютно. Вы сможете меня научить? Они меня заверили, что да, мы научим без проблем, все расскажем, там чуть меньше года обучения. Мне важно только, чтобы вы хотели этому научиться. Окей, показали мне, значит, огромную стопку дизайн-проектов, которые сделали их выпускники. Я посмотрела на это на все. Мне было абсолютно вообще ничего не понятно, но я пошла. Мне попался прекрасный педагог. Лена, привет. Которая вот своим, своей любовью к дизайну, она буквально погрузила нас абсолютно на студенты, тогда еще не имеющих отношений к дизайну. Она погрузила в эту сферу. Настолько увлеченно и настолько интересно, что, собственно говоря, до сих пор мы, большая часть ее студентов, занимаемся, находимся в этой среде, общаемся. И я недавно на одном мероприятии шутила, что у нас в Барнауле одна большая дизайн-среда. Нас очень много. Все, большинство, по крайней мере, выпускников Елены. И когда мы смотрим это количество, это прям впечатляет. И, значит, у меня был еще в процессе обучения дизайну один момент. То есть мне все нравится, здорово, супер. Но мне было как бы вот сомнительно, что это же приносит мне удовольствие. То есть, а кто-то еще за это мне деньги будет платить, я себе в удовольствие. Там, значит, рисую картинки, там, чертежи я делала в период обучения тоже достаточно. Мне прям нравилось это все. И я начала, еще обучаясь, начала искать себе клиента. Нашла клиента первого своего дистанционно, получила от него ТЗ. Выполнила дизайн-проект. У меня его приняли и заплатили мне за этот дизайн-проект деньги. Все. Я поняла, успокоилась, что это мне нравится, за это платят деньги. Здорово. Теперь, естественно, я никуда отсюда не уйду из этой сферы. И начала работать. Но вот это вот психологическое образование, которое сформировалось за пять лет обучения, и особый стиль мышления, они мне не давали покоя. Я искала, что дизайнер интерьера, он же работает с людьми, и каким-то образом наверняка здесь должна была быть задействована психология. Но где это, я не могла найти. И в определенный момент, то есть я занималась своим развитием, я посещала тренинги, семинары, литературу изучала. В определенный момент я нашла вот это вот соединение. И когда я его нашла, для меня сам процесс создания интерьера перевернулся. Сегодня вы об этом тоже узнаете, если вдруг кто не знал, как соединить психологию и именно интерьер. Это не вопрос о психологии цвета, это не вопрос о том, как общаться с клиентом. Я именно об интерьере. Так вот, я поняла, что дизайн интерьера, дизайн помещения и клиент должны быть в определенной гармонии. То есть они находятся априори во взаимосвязи. Интерьер, в котором большую часть времени находится человек. И в некоторой литературе, тут, кстати, вопрос был по поводу того, что посоветовать литературу. Да, у меня литература есть подобранная прям по этой теме. Я могу устно, конечно, это обозначить, но лучше всего, вот вы видите на страничке моего инстаграма, фейсбук, заходите, пишите либо в комментариях, либо в личных сообщениях, и я вам скину подборку тех книг, которыми я пользовалась и которые действительно психологически грамотны и грамотны с точки зрения дизайна. Вернемся к нашему, к нашей презентации. Так, что такое психология интерьера? Как было для меня удивительно, психология интерьера – это область знаний, изучающая факторы, необходимые для создания гармоничного пространства. Они основаны на реакциях подсознания. На самом деле, я даже не предполагала, что уже вот это все выделено специалистами. И здесь стоит разграничить психологию интерьера и психологический дизайн интерьера. Психологический дизайн, он как процесс. Это процесс, который состоит в разработке такого интерьера, который будет соответствовать индивидуальным характеристикам и потребностям человека. Эти два определения я нашла. Начала дальше, значит, блуждать в интернете о том, что же еще интересного и профессионального есть в этой сфере. И вы удивитесь, оказывается, такое направление, как психодизайн, было разработано и запатентовано в России не так давно, буквально там лет 20 назад. Я прям даже себе выписала людей. Это два человека, два исследователя, занимающиеся этим проектом. Первый является исследователем и консультантом в области создания интерьеров для экстремальных средств. Насколько я читала о нем, он создавал интерьеры для космических, значит, для ракет, что-то там, какие-то интерьеры создавал для станций, расположенных в Антарктиде. В общем, вот это вот все у него было. И он, видимо, поднимал важность психологии в интерьере и уделял этому немалое внимание. Второй специалист, участвовавший в этом проекте, это профессор Государственной Академии театрального искусства. Он являлся мастером НЛП. И, соответственно, опять же, мы понимаем, что он специалист психологии. Он много всего привнес в эту сферу. Они обозначили такую профессию, такую специализацию узкую, как психодизайнер. Кто это такой? Психодизайнер – это специалист, соединяющий в себе два направления – психологию и дизайн. Он является специалистом и в той, и в той области. И он является переводчиком с языка психологии на язык дизайна, дизайнера. Как это выглядит в идеале? Клиент встречается с психологом. Психолог с ним разговаривает некоторое время. Он задает вопросы. Он смотрит на поведение клиента, на его реакцию. Он какие-то, может быть, анкеты будет заполнять, либо проводить какие-то методики, которые для клиента будут восприниматься как беседа обычная. А для психолога-специалиста они будут восприниматься как такой диагностический тест. Также психолог будет анализировать почерк клиента, возможно, какие-то подписи будут ставить. И потом сформирует психологический портрет личности клиента. Это психологический портрет. Психолог передает дизайнеру, и дизайнер уже делает не только психологически комфортный интерьер для своего клиента, но и эстетически, и технически правильно его оформляет. Вот в этом заключено вот это вот такое новое направление. Насколько я прочитала, что уже в каких-то учебных заведениях запущена вот эта вот специализация психодизайнер, но где именно, я сказать не могу, не нашла пока в интернете. То есть, ну, возможно, это не особо афишируется. Итак, я хотела на своем собственном опыте вам как-то вот определить, насколько действительно важно учитывать психологические моменты в создании дизайна интерьера. Первый момент – это очень часто я попадала, ну, и, наверное, вы тоже сейчас вспомните такие ситуации. Кто вспомнит, большая просьба, напишите прямо вот в чат, будет очень интересно разобрать эти ситуации. Попадаешь в такие интерьеры, жилые или коммерческие, неважно, где ты как дизайнер оцениваешь эти интерьеры. Они оформлены грамотно, соответствуют тенденциям всем, цветовому соотношению, там, какому-то эргономика проходит. Но в этих интерьерах, ну, некомфортно, атмосфера нехорошая, неприятная. И у тебя желание оттуда быстренько вот как бы выйти и не возвращаться туда, ну, по возможности, конечно. Вот, лично у меня был такой опыт, и в жилых интерьерах я присутствовала, и когда мне хотелось, там, допустим, меня приглашали в гости, а некомфортно находиться. Возможно, хозяевам интерьера было комфортно в этом во всем. Ну, видимо, мы разные люди. Вот если вдруг у кого-то были такие ситуации, можете прямо сейчас поделиться своим опытом. И я долго думала, почему так происходит, почему может быть некомфортно находиться в качественно созданном интерьере. И пришла к выводу, что, видимо, не совсем психологически грамотно устроен этот интерьер, создан, и какие-то нюансы не учел его хозяин. Таким образом, мне стало очевидно, что здесь вот нужно немножко все-таки разбавлять подход наш дизайнерский. Вот здесь пишут, в кафе часто бывает некомфортно. Да, в кафе, в ресторанах, возможно, там целевая аудитория была другая. В офисах еще вот я, допустим, встречала в офисных помещениях тоже приходишь, там, допустим, встречаешься с поставщиком и лучше ощущаешь, что лучше выйти из этого помещения и побеседовать где-то там в каком-то ближайшем кафе, нежели проводить переговоры у них в офисе. Вот, то есть это нас поводит на мысль, что действительно психология важна в создании интерьера. И второй еще момент, опять же, это есть и в моем опыте, и об этом рассказывали многие мои коллеги. Когда встречаешься с клиентом, начинаешь с клиентом разговаривать, задавать ему вопросы, анкетирование устное, проводить по тем аспектам, которые важны нам, дизайнерам, для того, чтобы разработать концепцию будущего интерьера клиента. И показываешь ему референсы, клиент это все рассматривает, возможно, даже вы с ним съездите в магазины строительные, посмотрите какие-то строительные материалы, либо элементы декора, которые он хотел бы видеть в своем интерьере. Делаешь, предположим, мудборд, коллаж и того объемную визуализацию, а клиент не согласовывает. Хотя, вроде бы, все соответствует, но он говорит, вот это не то, это не то, и ты понимаешь, что вы разговариваете как бы вот немного о другом. Он говорит, а ты, воспринимая это как дизайнер, не можешь понять, что именно ему нужно. Не складывается вот общая картинка, как пазл. Вот есть отдельные разрубленные пазлы, но общая картинка не складывается. Конечно, есть два варианта. Можно отказаться от этого клиента и просто не заморачиваться. У каждого дизайнера есть свой тип клиентов, и этот тип клиентов его найдет. Но если отбросить эмоции, есть еще финансовая сторона вопроса. Если не всегда у нас бывает завал клиентов, и нужно этого клиента как бы довести до какого-то логического завершения. Либо играет роль такие профессиональные амбиции. Если ты не согласовываешь мне, значит, я все равно найду то, что ты хочешь, и я сделаю тебе этот интерьер. То есть у всех по-разному происходит. И на мой взгляд, здесь, опять же, не учитываются моменты личности клиента. Поэтому, опять же, возвращаясь к важности психологии, сегодня я вам немножко уточню, немножко расскажу, на что нужно обращать внимание при диалоге с клиентом, чтобы сделать именно интерьер психологически ему подходящий. Итак, для этого в первую очередь нужно определить функции, которые вы будете учитывать при создании интерьера. А именно, существуют две функции интерьера. Первая – это гармонизирующая функция. А вторая – это стимулирующая. Буквально в двух словах о каждой. Гармонизирующая мы понимаем из самого названия. Это гармония человека и интерьера. То есть интерьер мы создаем от человека, от клиента. Клиент играет активную роль, а его будущий интерьер играет пассивную роль. Он отражает темперамент человека. И в таком интерьере клиент наш чувствует себя спокойно, гармонично. И это вот все там создано по нему и для него. Но есть еще одна интересная функция – стимулирующая. Когда интерьер является активным объектом в взаимодействии со своим будущим жильцом, а ваш клиент является пассивным объектом. То есть здесь дизайнер акцентирует особенности характера человека с помощью определенных деталей интерьера, о которых я скажу чуть позже, и сглаживает нежелательные черты. Ну, все мы знаем о том, что мы не идеальны, у нас есть что-то хорошее, что мы, люди, хотим подчеркнуть в себе и как-то, возможно, мотивировать развитие этих особенностей нашей личности. И что-то мы хотим как-то минимизировать, какие-то нежелательные наши черты. И в идеале, в основном, конечно, мы все создаем гармонизирующие интерьеры, когда вот это все делается под клиента. Но в идеале дизайнер-профессионал, который учитывает психологические функции интерьера и знает о психологических факторах, которые существуют в интерьере и которые оказывают воздействие на человека, дизайнер сочетает эти две функции. Он приоритет отдает, безусловно, гармонизирующий, так как мы делаем для клиента интерьер, но стимулирующие функции проявляются в ряде нюансов. Таким образом, мы видим, что психологический подход все-таки важен, нужен и актуален. Но он ориентирован на разных людей. Какие же разные люди? В чем их разница? Мы же должны понять. Мы сейчас, я разумеваю, дизайнеров без образования психологического. Соответственно, мы воспользуемся для понимания самой простой классификации, которая рассматривает 4 типа, деление на 4 типа людей по типу темперамента. Это холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Напишите, пожалуйста, в чат пятерочки, кто сталкивался с такой классификацией людей. Сейчас, ну, секунду, у меня загружается картинка. Вот так. Поставьте пятерочки, и я буду знать, что вы... Вот, пятерочки уже пошли, вы сталкивались. Скажите, у вас отображается картинка с психотипами клиента, или она также подвисла, как у меня? Ладно, пока будем рассматривать и давать характеристику этим, краткую характеристику, учитывая, сколько у нас пятерочек в чате. Вспомним, обновим знания свои по психологии. Какой холерик? Холерик – это век импульсивный. Это тот, кто... Так, и есть картинка. Отлично. Я очень рада. Это тот, кто быстро действует, быстро передвигается в пространстве, быстро принимает решения. Очень часто руководители предприятий, это холерики, они быстро вникают в какую-то деятельность, очень моментально ее динамично продвигают. Но в случае, если они в своей деятельности сталкиваются с рутиной, они достаточно быстро и также это все отодвигают и придут, значит, исполнителям. Национальный фон у таких людей очень солиден. Они за буквально считанные минуты могут из самого своего плохого состояния перейти, там, раздраженного, перейти в суперпозитив и быть там весельчаком. Ну, собственно, все наверняка сталкивались с такими людьми. Кто такой сангвиник? Сангвиник – это человек чуть более уравновешенный, он достаточно общительный, он открыт миру, обществу и при этом достаточно тоже эмоционален в своих высказываниях, в своих действиях, но чуть более последовательный, нежели холерик. Флегматик – это человек достаточно пассивный, он очень прекрасный исполнитель. То есть то, что холерик не сможет в силу своей импульсивности выполнить, вот эта вот рутина, флегматик за ним все это сделает. Он, конечно, не будет так активно подключаться к деятельности, но он постепенно-постепенно достигнет того успеха, того результата, который, возможно, холерику будет вступен. А меланхолик – это, как правило, у нас личность вборная. Он очень эмоционален, но эмоциональность у него отлично от холерика. Он очень раним, его очень легко выбить из колеи, что называется, выбить вообще из состояния равновесия. И меланхолик уйдет в глубокую, жучайшую депрессию. Поэтому с такими людьми очень, конечно, проблематично. В общении, но творческие люди, они гениальны в своем творчестве. Сейчас о том, как быстро распознать клиента с помощью знания вот этих вот четырех психотипов. Такая табличка, которая тоже разработана психологами, я ее назвала «Как определить психотип клиента на коленке». Напишите, пожалуйста, в чат, кто узнал себя вот в моей характеристике или кто до этого, возможно, знал, какой у него психотип. Сейчас более подробно мы это все рассмотрим. Напишите, троечки поставьте, кто знает свой собственный психотип, и мы сейчас будем говорить про интерьеры для вас и для других психотипов. наших клиентов. Жду троечки. Итак, вот, отлично, люди активны. Смотрите, вот такая несложная таблица, которую, собственно говоря, вы все можете найти легко в интернете, но по ней очень легко определить, к какому психотипу относится человек. Вот кто-то здесь в чате пишет «Не могу определить себя». Заходите ко мне в Инстаграм, пишите мне в личных сообщениях «Хочу определить свой психотип», и я вам скину расширенную такую таблицу, анкету, которую вы сможете заполнить и которая легко определит, кто вы есть на самом деле. И еще, кстати, забыла очень важный момент вам сказать. Мы сейчас говорим о психотипах в чистом виде, но в каждом из нас есть разная смесь такая всех психотипов. Один у нас развится, ну, так скажем, превалирует один из психотипов, но все остальные присутствуют в той или иной нашей жизненной ситуации. Нет в чистом виде, но и одновременно мы можем выделить, что у нас более развито. Итак, здесь шкала, и в каждом из вот этих вот отделов вы видите характеристики, характеристики вас, характеристики любого человека, которого вы можете по этим характеристикам проанализировать. Вы встретились с клиентом, провели встречу, изучили этого клиента, посмотрели, как он реагирует. Просто даже, может быть, это будет не клиент, а для того, чтобы потренироваться с каким-то, не знаю, посторонним человеком, кого вы не знаете, проанализируйте по этой таблице, чтобы выработать навык и потом уже при встрече с клиентом не зацикливаться, не задумываться о технологии, а уже автоматически это все делать. И посмотрите, какой из вот этих вот секторов вы где больше всего подчеркнули прилагательных. Вам уже будет понятно, какой более разве психотип у вашего клиента или у другого, у любого человека. Или, может быть, вы себя проанализируете здесь. А какой менее разве? Это прям можете распечатать, найти в интернете, распечатать и изучить любого человека по этой таблице. Это достаточно легко сделать. Чтобы сейчас более, так скажем, личностно рассмотреть, какие же они все-таки бывают, эти вот психотипы, я подобрала известных личностей. Кто-то более известен, кто-то менее. Но, тем не менее, хотя бы одного вы узнаете. Холерики наши известные. Из исторических таких личностей. Петр Первый, Пушкин, Менделеев. Ну, этих личностей мы знаем. Это и знаем их характер, и об этом много сказано в литературе. Мы все понимаем, насколько они были импульсивны, насколько они были риски в своих действиях, в своих выражениях и в своих решениях. И мы понимаем примерно, что, встречая аналогичного человека, к какому темпераменту мы его относим. Ну и, безусловно, яркими, ярчайшими, можно сказать, примерами являются Владимир Вольфович и Дональд Трамп. По этому психотипу, я думаю, вопросов не возникает. Если все понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. В противовес здесь им я разместила флегматиков. Ну и даже по картинкам известных личностей, это Крылов, Кутузов, Ньютон, видно, что это люди такие... Спасибо большое. Я вижу, что вы прям активно включились в работу, в анализ. Это люди такие сами по себе тучные, такие медлительные. Но, опять же, это нисколько не мешает им выполнять свою профессиональную роль. Они гениальны в своем. И вот именно вот эта медлительность, возможно, и способствовала их гениальности такой. Они за счет этой медлительности нашли себя в своей деятельности. И еще два темперамента – это сангвиники и меланхолики. Ну вот действительно, здесь уже в чате писали, что большинство людей все-таки, так получается, у них превалирует тип темперамента сангвиники. Это люди достаточно интересные, достаточно увлеченные и увлекающие за собой, но они не настолько эмоционально нестабильны, как холерики и как меланхолики. Здесь мы можем Лермонтова с уверенностью отнести. В литературе относятся к сангвиникам Наполеона. Ну, сложно тут сказать, не будем спорить со специалистами. Я не берусь в споре, не настолько я хорошо знаю биографию, именно личную биографию Наполеона. Марк Твен, по моему личному мнению, безусловно, был, то есть он такой общительный и позитивный человек, безусловно, был сангвиником. Про Владимира Ленина тоже я бы засомневалась. Но, опять же, спорить не будем. Здесь в психологии, в принципе, достаточно все субъективно. И нельзя сказать, что вот эта истина стопроцентная. Можно, опять же, превалирует сангвиник, но с дополнениями, еще дополнительными нюансами кого-то другого. Меланхолики. Тут, на мой взгляд, бесспорно. Сергей Есенин, биографию я знаю очень хорошо. И это истинный меланхолик, там, я не знаю, на 80%. Гоголь, Чехов тоже. Меланхолики очень творческие, очень ранимые, очень эмоциональные. И именно за счет чувствительности, такой повышенной сверхчувствительности эмоциональной, они смогли стать тоже гениями в своей области. Действительно, большинство творческих людей, вернее, большинство среди меланхоликов – это творческие люди. Я думаю, здесь достаточно плюсиков, всем все предельно понятно, тем более уже, насколько я поняла, многие с этим знакомы. А теперь обращаемся к интерьерам. Вот они, те рекомендации, которые я собирала, анализировала и оформляла в очень емкую такую тезисную форму. Мы сейчас четко для каждого темперамента рассмотрим те детали, которые должны присутствовать в интерьере. То, на что нужно обратить внимание. Я, конечно, понимаю, что сейчас это будет очень много, и сейчас это все будет охватить вам проблематично. Поэтому, опять же, если кого-то заинтересует вот именно вот это вот четкое, четкие формулировки, Инстаграм, пишите, я скидываю вам, чтобы вы имели перед глазами тезисный такой план, когда будете, когда вы поймете, кто такой ваш клиент, с какого типа темперамента, и вы будете учитывать уже вот эти проспекты, которые у вас будут перед глазами. Для тех из вас, которые сейчас смотрят наш вебинар с компьютера, будет видно на мониторах некоторые примеры интерьеров, которые я подобрала. Если кто-то смотрит с телефонов, тоже после каждого из типа темперамента я буду по два интерьера разбирать, показывая, на что нужно обратить внимание преимущественно. Но если будет не видно, тоже пишите, пришлю, все. Итак, жилье холерика – это сцена, обрамление для его темперамента. Он такой импульсивный по жизни, он не играет роль, это у него, собственно, такая необходимость. Вот настолько темпераментно, настолько неординарно воспринимать действительность, собственную жизнь. Поэтому они приветствуют, они ищут, если они заказывают услуги дизайнера, заказывают дизайн-проект, они ищут смелые, необычные, нестандартные решения. Они, возможно, будут отслеживать самые последние тренды, самые новинки. Они предпочитают все современное, все ультра-современное, ультра-технологичное, но при этом все должно быть минималистично. Так как у них в голове, в образе мысли все вместе смешивается, и они именно живут в этом смешении, им и стиль в интерьере нужен аналогичный. Наиболее оптимальны для них два стиля – эклека и фьюжн. С некоторыми элементами хайпека, минимализм. Но опять же, минимализм должен быть продуман, должен быть с учетом всех потребностей этих нестандартных личностей. Так как, находясь в помещении, им нужен простор, это не должно быть загромождено мебелью, это должно быть возможность ходить, размахивать руками, рассуждать о чем-либо. Они это будут делать, даже находясь одни в помещении. То есть, если там, допустим, холостяк у вас заказывает дизайн-проект, это не говорит о том, что он там будет сидеть в кресле спокойно все время. Нет, он будет ходить, разговаривать по телефону, разговаривать сам с собой. Это нужно учесть в создании интерьера. Строгие формы их самих достаточно начинают дисциплинировать, поэтому здесь подключается стимулирующая функция. То есть, чтобы они смотрели на прямые линии, четкие, и у них образ мысли также структурировался. Цветовая гамма очень важна и очень нужна в подборе и материалов для ремонта, и в подборе декора. Преимущественно, цветовая гамма направлена, чтобы охлаждать темперамент холерика. Это синие, зеленые, бирюзовые. Не должно быть слишком темных тонов, они должны быть светлые, средние, чтобы именно успокаивать их. Но позже тоже будет сказано о том, что в слишком спокойном интерьере холерики находиться не смогут. Да, они могут, тоже я встречала, допустим, в опыте в своем такие ситуации, что холерик он в работе, но он приходит домой, и дома все должно быть максимально нейтрально, нейтральные оттенки. Это будет хорошо первое время. Потом, спустя какое-то время, ему понадобится, то есть он же в разном настроении и состоянии находится дома, ему понадобятся акценты, за что зацепиться глаз, куда, так скажем, визуально выписывать свой темперамент. И здесь мы, как дизайнеры, должны продумать и придумать эти яркие акценты, которые не будут его будоражить, но в то же время будут давать ему соответствие его темпераменту. Так как холерик может в своем интерьере постоянно реализовываться, творчески в том числе, у него возникнет желание передвигать все вокруг, все, что вы придумали. Соответственно, мебель должна быть модульная, состоящая из блоков, чтобы у него под настроение он имел возможность все это передвинуть, сделать иначе. В этом будет его жизнь заключаться, его динамика. Должны быть пуфы, раздвижные столы, которые будут принимать разные формы, большой, маленький. И, возможно, там какое-то изменение формы, круглый, квадратный, прямоугольный и все подобное. Холерики очень будут приветствовать выезжающий из-под камина телевизор. Сейчас это достаточно актуально, и им это очень понравится. В текстиле холерик предпочитает легкие материалы, невесомые, но при этом, опять же, возвращаемся к тому, что ему нужно постоянно меняться. Холерик будет искать варианты, чтобы изменить форму текстиля. Это складки, драпировки, подхваты. Для него это все будет нужно и важно. Он сможет менять интерьер. Шторы, рулоны, жалюзи тоже позволят ему все это менять и все это разнообразить. Сценарии освещения многоуровневые, необычные светильники. У кого мониторы позволяют, могут рассмотреть вот такие вот светильники. Сейчас они очень часто встречаются у производителей в виде обезьянок. Для холериков это будет просто подарок. Но зона отдыха необходима. Необходимо отдыхать от собственного импульса. Соответственно, уютный диван, кресло, где холерик может на время погрузиться в себя, в свои размышления, приглушенный свет, он отдохнется. И потом снова пойдет покорять мир, так скажем. Если дети холерики, и мы как дизайнеры разрабатываем детскую для них, тогда здесь нужно очень осторожно быть с пестротой и яркими пятнами. Все-таки у детей еще более нестабильна психика, и им нужно разделять зоны. Зоны отдыха, зону игр, зону рабочую. И очень аккуратно, очень осторожно работать с цветом. И тут вот пару интерьеров, которые не претендуют на новизну в своем декоре, но мы можем поближе рассмотреть эти два интерьера, которые достаточно спокойные, но при этом есть в верхнем интерьере, в левом, яркие акценты в виде подушек и стульчика, а в правом интерьере такая футуристическая люстра, которая тоже достаточно разноразит интерьер, сам по себе очень лаконичный и очень минималистичный, потому что все вот эти предметы мебели можно передвинуть, можно изменить пространство. Дальше. Следующий тип темперамента – это сангвиники. Они, судя даже по картинкам подобранным, они предпочитают насыщенные цвета, яркие цвета. Фон, может быть, там стены спокойные, потолок спокойный, но при этом вся мебель и элементы декора – яркие, теплые цвета, это желтый, оранжевый, они расцветают в этом во всем. Сангвиники – это тот тип интерьера, который выберет осознанно белый цвет в интерьере и будет ему рад, потому что его можно всячески пестрить, украшать и делать ярким. Нейтральные оттенки на них наводят скуку, поэтому если делать вот так называемые, в кавычках, любимые дизайнерами бежевенькие интерьеры, это точно не для сангвиников. Их помещение должно быть наполнено яркими красками, они должны ощущать свежий воздух, солнце, свет. И для этого, чтобы передать именно вот эту атмосферу легкости, открытости, используются контрастные сочетания цвета и фактур. Сочетаем, несочетаемы иногда. Так как сангвиники достаточно открыты, они не любят замкнутых пространств, они не любят тесных уголков. Им, так же, как и холерикам, нужна свободная планировка. Но не для того, чтобы ходить и размахивать руками, а для того, чтобы чувствовать вот это вот ощущение воздуха, ощущение пространства. Для этого минимум мебели используется, минимум текстиля используется. Предметы должны быть функциональны и должны быть современны. Они достаточно такие вот сангвиники, отреживающие тренды и требующие современного подхода. Часто сангвиники приобретают стеклянную мебель и кованые вещицы. Это придает такой, так скажем, глазу, есть за что зацепиться, и их мысли, такой активной, есть за что зацепиться. Натуральные материалы, ну, наверное, предпочитают натуральные материалы практически все люди, тем более сейчас таким экотрендам существующим. Поэтому это можно распространить на все психотипы. Дальше, что еще? Освещение должно быть везде у сангвиника, но оно должно быть очень разнообразным. Это должны быть и люстры, небольшие, но тем не менее они присутствуют. Это должны быть светильники, торшеры, бра. То есть сангвиник хочет иметь возможность все сразу включить, если у него возникнет потребность. Если он бы хотел отдохнуть, он пользуется несколькими сценариями освещения. Чтобы облегчить и освежить интерьер сангвиника, требуются вьющиеся растения, яркие цветы. Там уже мы узнаем у клиента, насколько у него чисто по времени достаточно возможности уделять внимание, потому что это все-таки требует заботы и ухода. Конечно, сейчас есть вот этот вот фитодизайн, который мы используем, но он не настолько отвечает потребностям сангвиника, чтобы все, что наполняло его интерьер, оно все находилось в движении. Сангвиники гостеприимны, поэтому важно предусмотреть для них большой стол для гостей, барную стойку, маленький уголок с журнальным столиком, чтобы они имели возможность в зависимости от количества гостей, от типа беседы, так скажем, занять разные позиции. И чуть ближе рассмотрим парочку интерьеров, которые свойственны сангвинику. Ну, тут их ни с чем не спутаешь, это достаточно ярко, это достаточно солнечно, все свежо и наполнено воздухом. То, что как раз ангвинику важно и нужно. Далее, флегматики. Вспоминаем, что они медлительны, они последовательны, они не любят перемены. Поэтому самый подходящий стиль – это классицизм в своей строгости и английский стиль в своей респектабельности и такой последовательности, структурированности, что ли, расстановки мебели, подбора декора и всего остального. Цвета используем спокойные, приглушенные. Опять же, вы можете сейчас быстренько это все просмотреть. Темные тона зеленого, коричневого, лазурные оттенки будут оттенять такие темные цвета. Для флегматика важно все-таки, для создания интерьера флегматика важно учитывать стимулирующую функцию. Нужно добавлять в интерьер яркие акценты. Может быть, ваш клиент флегматик будет этому сопротивляться. Тогда вы берете какие-то такие акценты, которые он сможет как убирать из своего интерьера, если ему они некомфортны в сегодняшнем состоянии, либо добавлять. То есть убеждайте, разговаривайте с клиентом, что все-таки нужно выходить из вот этой вот зоны комфорта и периодически яркими акцентами в своем интерьере пользоваться. Материалы флегматик приемли только натуральные. Дерево в большом количестве, камень, текстиль также натуральный. Если позволяет бюджет проекта, тогда мы используем в отделке пола паркет, паркетную доску. Никакого ламината, это уже не настолько подходит флегматику. Но опять же, возвращаемся к бюджету. Все-таки это немаловажную роль играет. Мы максимально тогда подбираем, чтобы это выглядело натурально, чтобы это максимально соответствовало его внутреннему состоянию. Керамическая плитка натуральная, натуральный камень. На стенах что-то должно быть мягкое, что-то такое, к чему хочется прикоснуться. Тактильно комфортное, текстильные обои, либо обои под покраску, если это, предположим, помещение кухни, и флегматик у нас любит готовить запашистые блюда. Декоративная штукатурка тоже уместна в интерьере флегматика. Деревянные панели в качестве декора можно использовать. Это все будет флегматиком воспринято как комфортная среда, в которой мух хочет находиться и в котором он максимально отдыхает и максимально продуктивен. в своей деятельности. Лепнина, карнизы, то есть это все возвращение к классицизму, который именно попадает в точку при создании интерьера для флегматика. Им важно, чтобы вещь, текстильная вещь, или может быть это будет декор какой-то, была создана своими руками, чтобы она несла энергетику. Тогда флегматик будет чувствовать эту энергетику и подпитываться тем, что вложено в эту вещь. Ему важно, чтобы помещение было застывшее. То есть вот как его сделали, все. То есть он застыл, не меняется. Освещение способствует тоже такому же интерьеру. Оно не яркое, оно мягкое. Очень возможно, что флегматик вообще будет очень редко открывать окна для доступа солнечного света и пользоваться искусственным освещением. Световые приборы выбираем очень простые, старомодные, какие-то новомодные, футуристичные световые приборы. Это в принципе не для них, они их будут смущать и раздражать. Все должно быть экологично, добротно, вне моды. И вот классика, возвращаемся к классике. Классики, к дереву, все, что помогает упорядочить жизнь, помогает находиться в состоянии комфорта и постоянного покоя. Антикварная мебель передает вот эту атмосферу, которая существует внутри у флегматика. Они могут даже пытаться с вами ходить по магазинам вместе, чтобы выбрать именно вместе эту мебель, чтобы почувствовать и сразу передать ей свое состояние, свою атмосферу. Теплые пледы, фотографии – это все, что нужно в флегматику в интерьере. Это все нужно учитывать, это все нужно вновлять в его будущий интерьер. Ну и тут тоже картинки, которые подтверждают то, о чем мы с вами говорили. Здесь и все мягкое, и тактильное, и комфортное, и все фундаментальное такое, и формы, те, которые никогда не выходят из моды. Это наша верная классика. Это респектабельность, это стиль. И последний тип темперамента – меланхолик. Вспоминаем, что он эмоционален, он ранен и очень чувствителен. Поэтому для того, чтобы обустроить интерьер меланхолика, нужно очень постараться. Это особая, очень тонкая работа, очень трепетная, и нужно очень внимательно, так скажем, прочувствовать его внутреннее состояние. Только тогда будет успех. Только тогда вот то, о чем я вначале говорила, ваш дизайн-проект согласуется. В противном случае меланхолик либо просто вот отойдет от этого проекта, либо он будет вот постоянно на надрыве, на каком-то вам объяснятии, и сам переживать о том, что вот как он не может донести, вы не можете понять. То есть очень тонко нужно проводить работу. Меланхолию нужно создать спокойную, тихую атмосферу. Он, как правило, интроверт. То есть что это значит? Он погружен в себя, в свои мысли, размышления. Ему нужны укромные уголки. То есть если для холерика и сангвиника нужно было прям пространство, чтобы они ходили, занимались своими делами, то меланхолик все свое помещение, живое, коммерческое, неважно. Даже если там 250 квадратных метров площади, он предпочтет, чтобы вы зонировали их маленькими такими вот уголочками, укромными, соответствующими определенному жизненному функционалу меланхолика вашего клиента. Большие пространства, соответственно, нужно исключить. Про квартиры, студии забыть. Если по каким-то причинам пространство не позволяет разделить его стенами-перегородками, используем ширмы, какие-то гибкие перегородки, которые преимущественно будут всегда находиться в закрытом состоянии. То есть вот то, о чем говорила Маргарита, предыдущий спикер, если для разграничения кухни и гостиной, предположим, для холерика и сангвиника мы сделаем это зонирование с помощью дверей, и эти двери будут всегда открыты, то для меланхолика эти двери будут всегда закрыты. Он в редких случаях будет ими пользоваться, но вот такие вот у него особенности, его темперамент. Ему предпочтительные плавные линии, округлые, чтобы все, что его окружает, не вызывало у него беспокойства. Иначе малейшая какая-то деталь, и он начинает беспокоиться, нервничать, и ему некомфортно становится. По стилистике классицизм именно в своей такой стабильности, близок и ренессанс, в своей эмоциональности. То есть многие исторические стили, там, предположим, тот же барокко, очень эмоционален, и это найдет отклик в душе меланхолика. Но это нужно уже как бы согласовывать элементы того же барокко, чтобы меланхолику нравилось и вызывало, так скажем, игру на душевных струнах. Если это не откликается, значит, это не пойдет ему. Обязательно для ощущения комфорта ему элементы деревенского кантри, подавайте, модерна. То есть чтобы была душа, душевность. Меланхолик все-таки человек душевный. И все, что происходит у него внутри, это все для него максимально важно и нужно. Цвета спокойные, серые, коричневые, бежевые, светлые. Желтые вообще интерьеры – это интерьеры меланхолика. То есть такие вот светло-неналящего желтые, отражающие солнечный свет, отражающие искусственный свет, для него подходят терракотовые цвета, светлые оттенки, опять же, малинового. Эти цвета пополнят его, недостающую ему решительность, дадут ему некую веру в себя. Разбавляем это все бирюзовыми и соломенными оттенками, которые создадут гармоничную, комфортную атмосферу в зоне отдыха. То есть вот такие вот моменты, это все нужно обязательно учитывать для того, чтобы меланхолику было хорошо в его квартире, в его помещении. Так как это люди достаточно сентиментальные, старые вещи они не выбрасывают. Они их сохраняют без делушки, они могут там стоить копеечно, но подарил какой-то значимый для вашего клиента человек, он будет его хранить всю свою жизнь. Поэтому при создании интерьера нужно предусмотреть много мест хранения, и это все, чтобы было в доступе, чтобы ему не приходилось слезть там на чердак, условно говоря, в поиски важных и нужных эмоциональных ему вещей. Покрытие пола, паркет, ковролин с высоким борзом, чтобы было ощущение максимальной безопасности и вот слияние со своей квартирой, со своим жилищем таким. Стены текстильные, шелковые, тактильно комфортные обои, окраска может быть опять же в тех зонах, где могут присутствовать какие-то закохи. Светильники классические, окна многослойные, шторы, квартиры, которые тоже придадут ощущение безопасности меланхолику. Все это натуральные материалы, это стены тона, чтобы не ранить вот такую вот эмоционально тонкую душу меланхолика. Стимулирующая функция здесь будет проявляться в минимальном количестве и проявляться яркими цветовыми пятнами в интерьере. В данном случае возможно их не прятать, они могут быть не такими динамичными и меланхолику просто их нужно расположить в тех зонах, где у него будет максимальная активность. Предположим, либо в зоне гостиной, либо на кухне, где вот так или иначе все равно мы принимаем гостей, мы ведем какую-то социальную жизнь в том числе у себя в помещении, но ни в коем случае это не будет ванная комната, ни в коем случае это не будет спальня, потому что там должно быть максимально спокойно, максимально уютно и безопасно вашему клиенту. И вот примеры интерьеров, которые, на мой взгляд, максимально отвечают вот этим вот пунктам, которые мы с вами рассмотрели. Вот, то есть все, что тезисно я смогла сегодняшнюю презентацию вместить, я вместила, если у кого-то есть, может быть, опыт общения с ярко выраженными клиентами, где преобладает тот или иной тип темперамента, и может быть, вы уже делали для них интерьер, я была бы благодарна, если бы вы поделились своими какими-то наработками в этой сфере. Потому что, как я уже сказала, психология – это такая область знаний, где можно вечно изучать, вечно развиваться, собственно, так же, как и дизайн интерьера. Почему, видимо, я и совместила эти две сферы, и мне комфортно в этом находиться. Я, и как быстро можно установить психотип. Выше, в середине нашего вебинара была таблица, если вы ее не ухватили взглядом, пишите мне в Инстаграм, скину вам таблицу эту, как установить и как пользоваться этой таблицей для определения психотипа вашего клиента. Так вот, темой психологии интерьеров, именно интерьеров, я хочу заниматься, я хочу дальше разрабатывать, опираясь на собственный опыт, опираясь на опыт уже какой-то представленный в интернет-ресурсах. Но, как известно, один в поле не воин. Поэтому большая все-таки к вам просьба. Подписывайтесь. Вот мой Инстаграм. Если вы хотите развиваться в этом отношении, если вы хотите знать, как быстро найти общий язык с клиентом и согласовать быстро дизайн-проект, безусловно, вам важно знание психологии. Подписывайтесь на мой Инстаграм, я там делюсь секретами, как использовать психологию для сбережения вашего времени и нервов и для увеличения эффективности от вашей работы. Буду рада общению и очень надеюсь, что сегодняшняя информация для вас была полезна. Так, сейчас я почитаю, что вы здесь пишете. Не смогли понять темперамент клиента, Катерина пишет. И потеряли заказ. Да, вот это действительно очень частые ситуации. И мне очень часто рассказывали о том, что действительно уходят хорошие заказы, когда клиент платежеспособный, он уже готов с вами заключить договор и сделать вам предоплату и работать. Но получается так, что нет вот этого понимания. И здесь все-таки, насколько я начала изучать эту сферу, дизайнер уже перестает быть просто дизайнером. Дизайнер – это такой специалист, который синтезирует в себе, аккумулирует в себе много разных областей науки, областей социальных. И, соответственно, вы, как развивающиеся люди, вы сейчас погрузитесь в эту область. Вы поймете, где искать проблему. И вы обязательно ее найдете. Я верю в вас. В любом случае, я на связи. Я помогаю тем, кто обращается с вопросами, как совместить психологию и дизайн, и как делать дизайн-проект психологически грамотным. Вспоминаем мой первый слайд, где я позиционирую себя как консультанта по созданию психологически грамотного интерьера. Так, сейчас все самое интересное еще прочитаю. Может ли поменяться психотип в силу обстоятельств? Да, может поменяться не психотип, как таковой может поменяться тот тип темперамента, который у вас превалировал до этого. То есть, предположим, во-первых, он в силу возраста, безусловно, меняется, потому что мы получаем жизненный опыт, мы занимаемся самовоспитанием всю жизнь, самообразованием, поэтому на разные вещи мы смотрим по-разному. Но и в силу жизненных обстоятельств, конечно, очень часто бывает такое, что сначала, предположим, человек был с ангвиником, но определенные обстоятельства его перекидывают в другой психотип. Это часто встречается, это не редкая ситуация, просто нужно отслеживать свое собственное состояние. И, конечно, в идеале было бы, ну, такое самотестирование проводить, чтобы понимать, на каком языке ты разговариваешь и понимаешь, и адаптировать уже свой язык к вашим клиентам, если вы, ваша сфера деятельности связана с общением с клиентами. Вот, надеюсь, более или менее понятно ответила на вопрос. Какие наводящие вопросы можно задать заказчику при первой встрече, чтобы определить их отип? Да вы знаете, вопросы задают все, которые у вас были в брифе, в анкетировании. Важно наблюдать за реакцией заказчика, за темпом речи, за темпом голоса, за тем, как он отвечает на эти вопросы, быстро или медленно. Насколько вопросы, там, допустим, у вас, ну, условно говоря, 50 вопросов, кого-то, они быстро там, после пятого вопроса, он все уже не хочет говорить, он уже все считает, что все вам сказал, и дальше вы, как специалист, должны сами догадаться. Мы понимаем, кто это. Это явный холерик, ему нужно все скорее и быстрее. Ее на 50 вопросов отвечать спокойно, размеренно, мы понимаем, что это климатик. Он скрупулезно будет считываться. То есть смотрите не на то, что говорит клиент или пишет, там, допустим, сообщение, смотрите на то, как он идет, как он говорит, как он действует, на его поведение, и тогда будет более понятно, к какому психотипу его отнести. Вот как-то так. Так, спасибо еще. По наблюдениям, люди, как они, боятся того, что подходит их типу внешности. Приходится убеждать. С психотипами работает так же или наоборот, с облегчением принимают информацию. Но на самом деле, смотрите, если вы попадаете действительно правильно в психотип клиента, тогда они с вами начинают говорить на одном языке и чувствуют безопасность. Тогда все-таки они располагаются к вам, и они дадут ту информацию, которая максимально позволит вам понять, что именно они хотят от вас, как от дизайнера, и от своего будущего интерьера. То есть, если вы попадаете в их психотип, это наоборот приносит им облегчение. И если еще, допустим, с клиентом у вас устанавливается позитивное общение, открытое общение, тогда вы можете даже, ну, если это развивающийся человек, каким-то образом, не говорить о том, что вы его тестируете, и узнаете, какой у него психотип, но каким-то образом уточнить. А знаете ли вы о том, что вот какой-то между слов, в середине темы, что вот существуют такие-то, а вот к кому вы бы себя отнесли? То есть, очень корректно, очень тактично, если вы знаете о том, что, допустим, человек интересуется психологией, развивается в этом направлении, вы не представляете, сколько информации полезной скажет вам ваш клиент, и насколько он будет благодарен, что вы не просто делаете дизайн-проект в соответствии с вашими какими-то, вот, на его взгляд, дизайнерскими там мыслями, а вы учитываете его личность, его индивидуальность, вы делаете этот дизайн-проект под него, вы спрашиваете, чего он хочет на его языке, на языке его темперамента. Это на самом деле очень важно. Так, 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 у кого еще какие вопросы? Спасибо большое, интересно. Так, дальше. Холерик хотел, чтобы он думал, что это все его идея. Ну да, это типичное поведение холериков, и ради бога пусть он думает, что это его идея, это классно, это круто, это из той же серии, что работодателю, руководителю своему нужно таким образом собственную мысль преподнести, чтобы он думал, что это его идея, а вы только будете реализовывать его идею, и тогда он скажет, классно, вы вот молодец, исполнитель такой, супер-пупер, и не важно, что вы, как грамотный исполнитель, преподнесли ему грамотно хорошую идею. Собственно, от этого все выиграли, никто не пострадал, но самое важное, не пострадало самолюбие вашего руководителя, либо вот в нашей ситуации это вашего клиента. Это действительно очень важно, клиент будет вас любить, ценить, давать хорошие рекомендации своим друзьям и знакомым. Так формируется репутация у нас, как дизайнеров интерьера. Спасибо всем за хорошие слова. Я действительно очень рада, что я смогла быть вам полезной, рада, что понравилась эта информация. Пишите, пишите мне в Инстаграм, там есть в моем профиле ссылка в WhatsApp, вы можете прям набирать, нажимать на эту ссылку, писать в WhatsApp, то есть я хочу с вами общаться, вы, я думаю, очень часто сталкиваетесь с недостатком в нашем, в нашей дизайнерской индустрии, недостаток психологических знаний. И мне, как, ну, так скажем, двойному специалисту, хотелось бы развивать все-таки вот эту немного проседающую область и общаться с вами, вы мне подскажете, как мне, в каком мне направлении двигаться, чтобы вам было интересно, а я могу быть вам полезной информационной. И вместе можно горы свернуть. Так что, вот, уже пишут, Евгения уже написала. Хорошо, эфир заканчиваю, и сразу в Инстаграм буду смотреть, буду отвечать по возможности быстро, но если не сиюжи секунды, тогда всем отвечу обязательно, со всеми выйду на связь. Сегодня, завтра, это я вам обещаю. Вам спасибо большое за то, что вы были очень активны. Спасибо за обратную связь. Это действительно очень важно, очень ценно, тем более опыт выступлений и проведения вебинаров у меня минимален. И, видя такую вашу активность, я думаю, что это, так скажем, не последний мой вебинар. Вам большая за это благодарность. Я прям даже больше своего положенного времени потратила вашего. Конечно, уже поздно, вы уже, я понимаю, что устали от всего, но у нас еще, да, у меня ночь уже, у меня уже 11 час ночи, но для дизайнеров, на самом деле, когда идет самопродуктивная работа, ночью, когда уже все спят, когда уже все можешь спокойно сесть, сосредоточиться на своей деятельности, на своих мыслях, каких-то творческих идеях. Ну, по крайней мере, да, вот у меня ночью самая такая эффективная активность получается. Ждем Евгения, когда он присоединится к нам. Пока, если у кого-то есть еще вопросы, есть пожелания, может быть, какие-то, в каком-то направлении двигаться, пишите, пишите сейчас. Пишите, Женя, я готова. Все, тогда наш интенсив окончен. Еще раз поблагодарим Марию за этот прекрасный вебинар, за эту информацию, контент, потому что это было действительно круто, это было полезно и для меня, и я думаю, что для очень, для многих. Это система, классификация клиентов, какие интерьеры к ним подходят, куда сделать акценты. Я думаю, что это тема бездонная, как ты уже говорила, и я уверен, что ты не последний раз выступаешь на наших площадках. И готовь программы, предлагай, будем анонсировать. Я думаю, что всем это очень нужно. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Так, я завершаю запись. Вот, запись.